Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Сейчас идёт рождественский пост. Особенное время, когда церковь присылает каждого из нас к делам добра и милосердия. Я думаю, самое время поговорить о добродетелях. Владыка, что же такое добродетель с точки зрения христианства? Вот есть вопрос, который ставит в тупик. Вот как объяснить, что такое добродетель? Какая дефиниция для этого существует? Я даже перед тем, как она с нами пообщалась, даже в Википедию заглянул. Как она, интересно, она называет добродетель. Вообще-то каждый человек должен понимать, что это такое, и знать. Добродетель – это добрые поступки, поступки, противоположные греховным. Это, ну, так сказать, положительные какие-то такие чувства, поступки человека, которые соответствуют воле Божией о человеке. Ну, наверное, можно так сказать в общих чертах. Так, тема достаточно глубока. Вот, и я думаю, что лучше всего рассматривать именно вот на таком противопоставлении греха и добродетели. – А вообще в себе можно воспитать ту или иную добродетель? – И можно, и нужно. Иногда бывает, что у человека есть какие-то врожденные добрые качества. Ну, бывает такое. Редко, но случается. Но в основном человек должен в себе их воспитывать. Это труд, большой труд. Мы с вами уже говорили об удобопреклонности человека ко греху. Ну, например, вот я еду в общественном транспорте. Я молод, мне 20 лет. Я сижу, заходит человек старше меня, которому надо уступить место. Какая естественная реакция? Отвернуться в окно и сделать вид, что я не вижу. Правда ведь? А для того, чтобы встать и уступить, нужно употребить усилия. Вот любая добродетель, она требует от человека какого-то усилия. Вот я вижу какого-то неприятного у меня человека. Первая мысль какая о нём? Неприятная мысль. Если я хочу быть добродетельным, я должен заставить себя подумать об этом человеке хорошо. Вряд ли у меня это само по себе возникнет. Я вижу человека, ну, скажем, он мне сделал что-то нехорошее. А я вот увидев его, думаю, какой хороший человек. Помоги ему, Господи. Это сложно. Это сложно, чтобы это было естественным движением. Хотя нужно к этому стремиться. Нужно воспитывать это в себе. Но, как сказано в Евангелии, Царствие Божие получают те, кто употребляет усилия. Оно не даётся просто так человеку. У преподобного Серафима Саровского есть очень смешное сравнение такое, но достаточно яркое. Он говорит, что добродетель не груша. Её вдруг, то есть вот сразу, тотчас, не съешь. То есть надо потрудиться для того, чтобы этот добродетель приобрести, для того, чтобы это добродетель стало тем, что тебе близко и для тебя естественно. Вот, собственно говоря, это и есть содержание, как мы уже сказали с вами в одной из предыдущих бесед, содержание духовной жизни. Человек должен бороться с грехом. Человек должен, как сорняк, выпалывать грех из своей души. Но любой, кто занимался сельским хозяйством или хотя бы сельским огородным, знает, что если сорняк выпалывать и оставить просто так, то через какое-то время всё зарастёт ещё гуще. Поэтому для того, чтобы это не случилось, нужно вместо сорняка, вместо греха насаждать в своём сердце добродетели. Вместо злобы – добрые качества, вместо зависти – готовность радоваться чужой радостью с другим человеком, вместо раздражительности – уступчивости, мягкости, вместо чревоугодия – воздержанность, вместо блуда – целомуда и так далее. Вот все эти добродетели, они должны стать родными, естественными для человека. Вот тогда наша духовная жизнь будет приносить какой-то плод. Есть ещё вопрос от зрителя. Как сочетаются добродетели и характер человека? Скажем, кто-то от рождения был добродушный или милосердный. Значит ли это, что людям с другим характером, более сложным, и добродетели приобрести труднее? Вы знаете, да, наверное, так можно сказать. Потому что есть некие такие качества врождённые человеческого характера, и есть приобретённые. Конечно, если человек от природы мягкий, добросердечный, бывают такие люди, чем дальше, тем их режесть можно встретить в нашей жизни. Но всё равно бывает, и мы с вами, люди более старшего возраста, можем вспомнить, что когда-то встречались такие в нашей жизни. И, наверное, тут трудно сказать, или они сами родились такими, или же всё-таки это результат какой-то добросовестной работы над собой. Потому что ведь над своей душой на самом деле должен трудиться каждый человек. Это не только то, что свойственно человеку, который ходит в церковь. Я в церковь не хожу, поэтому во все времена всегда считалось, что человек должен быть добрым, порядочным, ответственным, честным, трудолюбивым, добросовестным, самоотверженным и так далее. Это такие качества человеческой природы, которые приобрести, которые считалось всегда обязательным и достойным для каждого человека. Поэтому, конечно, если человек с детства трудится, если у него доброе, правильное воспитание в семье, если когда-то и школа вносила свой вклад в это воспитание, то, наверное, ему легче уже переходить на более высокий уровень, если можно так сказать, христианский уже уровень приобретения добрых качеств. Ну, а бывает так, что человек с трудным характером, есть такие люди, они сами от этого, на самом деле, часто очень страдают. И хотели бы стать другими, и, может быть, пытаются стать другими, но им это гораздо сложнее. Господь ведь судит нас не как на спортивном соревновании по результатам, по времени, по расстоянию, а по, так сказать, направленности нашей воли, по тому, как трудилось и как бы готово было трудиться наше сердце. И бывает так, что то, что для одного человека дается достаточно легко, другому дается с гораздо большими сложностями, с трудом. Но и награда от Бога, может быть, ему не меньше, а может быть, даже больше того. Человек, который легко достигает каких-то добрых качеств. Знаете, бывают люди, которые по природе своей, скажем, негневливы. Бывают люди воздержанные по природе. Они не борются с страстью какой-то, потому что ее просто у них нет, она у них как-то не проявляет. Другие могут быть страсти, да, а вот эти не проявляются. Ну, и это свойство характера здесь все зависит уже от, повторюсь, от направленности воли самого человека. Еще вопрос от зрителя. Все чаще ловишь себе на мысли, что для полноценной духовной жизни не хватает смирения и терпения. Как обрести смирение, а вместе с ним и душевный покой? Ну, смирение обретается, если человек терпит скорби. Есть такой замечательный автор, Авва Дорофей. Он давно-давно писал, в IV веке. Но его книга «Душеполезных поучений» популярна до сегодняшнего дня. Вот там есть совершенно удивительные слова. «Каждый, – говорит Авва Дорофей, – кто просит у Бога смирения, должен понимать, что он просит Бога послать ему человека, который бы оскорбил его». Или, если ты встретишь человека, который тебя оскорбил, то тебе нужно смириться перед этим. Вот отсюда можно делать вывод, как приобретается смирение. Терпением скорби, оскорблением от других людей и самоукорением. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова